Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим про экологию, про экологические акции в нашем районе и о том, насколько, вообще говоря, у нас существует проблема загрязнения городов и междугородних территорий. Если у вас какие-либо вопросы имеются по этому вопросу, у нас наш телефон 508-86-84. Звоните в течение этого эфира, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского муниципального района Сергей Викторович Сармин. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Викторович по-прежнему председатель нашей комиссии, которая занимается вопросами экологии, землепользования и природопользования. А также Екатерина Владимировна Ванчикова. Добрый вечер. Екатерина Владимировна, эксперт-консультант нашей общественной палаты. Я так понимаю, вы тоже, в общем-то, как занимались экологическими вопросами принципиально, да, так ими и продолжаете заниматься. Ну, если можно, давайте вот сперва общие такие моменты выясним. Вы, в общем-то, всегда были одной из таких передовых комиссий в рамках организации каких-то акций. Зачастую акции именно экологического характера. Есть ли какие-то, возможно, у вас новости? Что нового? Попробовали? А из того, что пробовали раньше, что улучшили, изменили? Ну, да, конечно же, экологического направления, потому что это наша определенная тема. Вот. Акции, наверное, если из новых взять, то это, может быть, она в общих чертах не новая, это сбор макулатуры. Но в этом году у нас добавилось еще, кроме батарей, которые в прошлом году у нас был как пилотный проект, в этом году добавилось еще и сбор PET-бутылок. Это вы имеете в виду не стеклянные, а пластиковые? Не стеклянные, да, пластиковые бутылки. В этом году была проведена акция, было собрано достаточное количество макулатуры, батареек и данных бутылок. Но в том числе это и посадка леса. Но все мы знаем, что у нас существуют такие программы, как это весенняя посадка леса, это лес Победы мы сажаем. Он очень полюбил всем эта акция, все с большим чувством, наверное, даже патриотизма приходят на такие акции. Я понимаю, она несет во многом еще и символический характер, потому что то, что сегодняшние, например, детки сажают, они, в общем-то, будут уже своим детям показывать через некоторое время. Плюс она ведь именно приурочена к, в общем-то, на те Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны, да. Дню Победы. Осенняя акция – это акция «Наш лес, посади свое дерево», которая стартует уже не первый год и с каждым годом набирает такие обороты такого масштаба, что надеемся, что в будущем году это будет только больше и больше развиваться. Ну, в дополнение к этой акции в этом году была проведена в нашем районе дополнительная акция после уже основной областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Это мы посадили еще участок леса, это почти 16 тысяч деревьев, сосны, 3,5 гектара. Это в Одинцовском районе, близ деревни Хлюпина. Было большое количество участников-волонтеров, которые приезжали даже с Москвы, с детьми, узнав об этой акции из интернет-сообществ, где была размещена информация, там различные фонды экологические также участвовали. И такого плана, в общем, прошел практически целый праздник. Скажите, пожалуйста, как вот получается действительно людей привлечь? Я прекрасно понимаю, что человек, узнавший уже о подобной инициативе, ну, понимаю, почему он решит принять участие, но все-таки как доносить информацию? Исключительно социальными сетями получается находить, в общем-то, тысячи человек? Или, может быть, имеются какие-либо еще варианты? Средства массовой информации и так далее? Ну, средства массовой информации, это, конечно, больше относится к той непосредственной акции, которая была областная, нашли, чтобы садили свое дерево. А то, что мы проводили маленькую акцию, это, ну, только при помощи интернет-сообществ. Ну, да, сбоку всем такие маленькие акции проводить, 16 тысяч деревьев, это, конечно, немало. А территориально, получается, вот то, что вы выбрали, имеется какой-то непосредственный смысл в этом, да? Возможно, там были какие-то проблемы с тем же краедом и так далее? Да, совершенно верно. С краедом, да? Там был участок вырубленного... Не просто решили новую территорию озеленить? Нет, нет, конечно. То есть это участок, где был вырублен лес после очага вспышки краеда. И вот данную площадь просто-напросто засадили лесом. Смотрите, получается, в течение года проходит множество акций, которые, в общем-то, так или иначе включают в себя посадки деревьев. Ну, получается, остаются территории, которые пострадали в свое время от вот этой нашей напасти подмосковной. А много ли таких, в общем-то, еще километров, получается, не засаженных? Или, в общем-то, эта ситуация так или иначе исправляется у нас? Она исправляется очень хорошо. С каждым годом все больше и больше. Если взять, брать, для примера, наш район Одинцовский, то с каждым годом, последние три года, площадь лесовосстановления только увеличивается. С будущим годом, на будущий год уже рубок назначено в разы меньше, в отличие, допустим, от прошедшего года и предыдущих лет. А площадь лесовосстановления только увеличена. А непосредственно работы уже по имеющимся проблемным местам еще много осталось именно по лесовосстановлению? Ну, если в цифрах говорить, в гектарах, то это на будущий год, наверное, не менее, как порядка тысячи гектар посадки. Планы, на самом деле, не маленькие, получается. Да. Но это, скажем так, цель, поставленная губернатором Московской области и не только по нашему району, по всему Подмосковью, по всей Московской области. Поставлена цель, чтобы как можно больше увеличить площади лесовосстановления. А если можно, давайте мы немножечко вернемся к тому, с чего вы начали. Это ваши акции по сбору макулатуры и так далее. Вы упомянули батарейки, вы упомянули как раз-таки пластиковые бутылки. Я, насколько понимаю, это принципиальный момент, то есть это те виды отходов, которые действительно очень сильно вредят экологии. Я так понимаю, что те же пластиковые бутылки очень долго в естественной среде разлагаются, правильно? Совершенно верно. Да. Мы акцию по сбору макулатуры проводим уже второй год. Вот в нашем Голицыно, где я постоянно провожу акции. Второй год проводим сбор макулатуры. Вот я знаю, что в Трёхгорке, рядом с Одинцово, здесь уже два года собираются постоянно. Там собирают полностью, собирают пластик, собирают пэт-бутылки, собирают металл и картон, и бумагу, то есть всё собирают. У нас в Голице таких больших акций не было, и народ у нас, конечно, не очень сильно к этому привыкший. В этом году, в апреле месяце мы провели просто только сбор макулатуры, и я установила ящики для сбора батареек. Батарейки стали приносить постоянно, люди этому очень обрадовались, потому что много очень слышали о том, что батарейки действительно очень сильно загрязняют окружающую среду, и что выкидывание батарейки в мусорное ведро может привести даже к отравлению почвой, воды, которой мы все питаемся. Соответственно, вот отсюда у нас все болезни, наши дети болеют, мы потом задаемся вопросами. В октябре месяц мы... А если можно немножко приврать, то есть я так понимаю, что, предположим, какие-то культуры, там, не знаю, банально картошку посадить в земле, в которой, в общем-то, разлагается, предположим, батарейка, это может привести к тому, что плоды уже будут... Конечно, конечно. ...так или иначе вредные дни здоровья. Да, то есть одна батарейка, которая попадает в землю, она заражает вокруг себя территорию 20 метров. Это пальчиковая обычная, да? Да, обычная пальчиковая батарейка. И, соответственно, все животные, все растения, которые находятся на этой территории, они заражаются и начинают умирать. То есть акция по сбору батарейок, она, в принципе, она очень много называется. Сдай батарейку, спаси ежика. То есть 20 метров – это место обитания одного ежика. Поэтому вот называют сдай батарейку, спаси ежика. Послушайте, а сколько же нужно вообще, говоря, природе для того, чтобы землю, чтобы вот такую вот батарейку переварить, чтобы, наконец-то, ежики, проживающие на этой территории, были в безопасности? Дело в том, что батарейка, все мы знаем, она состоит из определенных составляющих. Крайняя оболочка, которая защищает там весь, скажем так, состав и весь механизм, – это жесть. Соответственно, она очень тоненького сечения. Соответственно, металл, в принципе, в природе достаточно быстро разлагается, особенно очень тонкий. Поэтому пальчиковая батарейка, ну, любая батарейка, попав в естественную среду, в землю, да, и имея доступ к киснороду и влаге и так далее, разрушается, оболочка эта разрушается буквально там за несколько месяцев. За 2-3 месяца она просто ржавеет насквозь, и все эти вредные вещества, химикаты, тяжелые металлы, да, все это выходит наружу. А сам вот этот яд, сколько фактически, я так понимаю, это вопрос нескольких лет, да, пока он выветрится? Наверное, и не одного десятка лет. Да, не одного десятка лет. Ну, ежики столько не живут. Ежики не живут, да. Понял я вас. Скажите, пожалуйста, вот данная акция, ну, понятно, насчет батарей, хотя действительно приятно слышать, и, на самом деле, честно скажу, приятно удивлен, что люди не ленятся и носят. Люди не ленятся, и, кроме того, вот мы на данный, вот в октябре месяце стали проводить, мы добавили еще пэт-бутылки, потому что пэт-бутылки, попадая в мусор, попадая в лес, где-то они не разлагаются вообще, то есть они лежат и полностью под ними нет, не произрастают растения, они мешают жизнедеятельности всего экологического сообщества, лесного там или это, где это будет находиться. Поэтому пэт-бутылки вообще очень важно собирать, конечно. А условия какие-то есть особые? Их в каком-то определенной форме сдавать нужно? Пэт-бутылки принимают на заводы по переработке пэт-бутылок, принимают в прессованном виде. Соответственно, если, допустим, в Солнечногорске установлены ящики для приема пэт-бутылок, соответственно, муниципальные власти, или там завод Солнечногорский, не знаю, кто там из них, они имеют пресс, когда они это собирают, они это прессуют и, соответственно, собирают таким образом. Когда я разговаривала в прошлом году с представителями Солнечногорского завода, мне говорили, что муниципалитет должен поставить пресс, и тогда мы готовы сами вывозить эти бутылки. Но просто если их не прессовать, то объем будет очень маленький, поэтому им невыгодно этим делом заниматься. На данный момент мы собрали буквально несколько мешков, у нас было больших мешков 120 литров, то есть несколько это было мешков. У нас были условия, чтобы бутылки были чистые, то есть не обязательно из-под воды, может быть, из-под молока, но изжатые вручную, для того, чтобы они не занимали большой объем. Нужно понимать, что если мы выкидываем пэт-бутылку в обычный контейнер с мусором, то весь воздух, который находится внутри бутылки, мы выкидываем вместе с бутылкой. И, соответственно, а мусор принимается у нас на полигонах по объему, не по весу, а по объему. То есть фактически муниципалитеты платят за вывоз воздуха. Это очень важная тема, потому что если разделять, убирать бутылки оттуда, мусора становится гораздо меньше, именно по объему. А что в конечном счете получается? Вот смотрите, вы собрали там бутылки, вы собрали энергоносители. Дальнейшие ваши действия, вы это на полигоны переправляете? Нет. Пэт-бутылки мы переправили в Солнечногорск, к заводу, там, где принимают. А там, я так понимаю, их именно перерабатывают? Их перерабатывают, да. Перерабатывают, да. Используют в производстве. Да, в производстве. В такие же бутылки. Вот, макулатуру мы сдали в компанию, которая принимает макулатуру. Они передают уже на перерабатывающие фабрики. Допустим, например, у нас есть в Подольске компания, которая перерабатывает макулатуру. Они делают новые какие-то изделия, книги, картон, туалетную бумагу. Вот, и батарейки, мы сейчас, мы их еще не вывезли, батарейки будем вывозить на пункты, где действительно происходит прием. То есть, именно уже... А потом в дальнейшем переправляется на завод. Переправляется на завод, да. Получается, фактически, кроме преследования непосредственно экологических целей, раздельность бургусора – это что-то, что способствует безотходному производству, если я правильно понимаю. Это очень большая экономическая составляющая. То есть, перерабатывая это, можно производить то же самое, но только не привлекая дополнительные... Инвестиции на закупку материалов. Да, дополнительно использовать материал, но это же, соответственно, ложится и в цену производства, и в цену конечной продукции. У нас просто такое количество на сегодняшний момент в ТБО, в мусоре, в бытовых отходах, такое количество вот этих перерабатываемых фракций, что если сейчас не приступить... Точнее говоря, уже к этому очень много приступили и в области, и в Москве, но если это действительно не поставить так, как это поставлено в Европе, допустим, то через какое-то время мы просто, ну, взрастем этим мусором, который невозможно... обмен опытом поговорим сразу после того, как премиум звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, меня зовут Марина. Недели на 13. Дом. Можно вот узнать, куда у нас деваются лампы дневного цвета, вот когда их электрик меняет, куда их вот используют, или куда их... Какие места их отводят? Понял вопрос, Марина, спасибо большое. На самом деле, вот честно, я в этом вопросе совершенно невежественен. Помню с детства еще истории, которые нам рассказывали в школе о том, что обычные вот эти вот лампочки, которые перегорели, предположим, до дневного света, они вообще говоря опасны для здоровья, что их там чуть ли не опаснее, чем ртутный разбитый градусник выбрасывать. Ну, потому что в этих лампах как раз и есть, присутствует ртуть. Они считаются ртутами. Поэтому они очень опасны. Но, в принципе, может быть, многие об этом не знают, но эти лампы на мусор нельзя... В мусор, в обычные, выкидывать нельзя уже очень-очень давно и много-много лет. И это запрещено. И каждая организация... То есть это законодательное решение? Конечно. Каждая организация имеет свой экологический паспорт, в котором как раз прописано, куда они девают все собирающиеся у них отходы производства, отходы жизнедеятельности и так далее. То есть если в организации... То есть должен иметься заключенный договор с организацией, которая вывозит мусор. Также должен иметься договор с организацией, которая должна приезжать, забирать эти лампы на завод, где их специальное оборудование обрезается цоколь, при помощи вакуума выкачиваются оттуда все вредные примеси, и потом далее оставшаяся прозрачная уже колба идет просто-напросто в переработку. Так, ну смотрите, а если это не частный сектор, если это обычный городской, предположим, житель того же города Одинцова, городского поселения, у него есть мусорпровод, он просто привык туда выбрасывать пакеты из-под мусорного ведра после того, как он заполняется. Какой у него вариант? Что он вообще, говоря, с этой лампой может сделать? Ну, на сегодняшний день у нас вообще-то есть управляющие компании, которые должны этим заниматься, они же выставляют счет, допустим, жителям, которым оказывают услуги, выставляют счет жителям за сбор мусора. Поэтому нужно обратиться в управляющую компанию, которая должна просто-напросто собирать эти лампы и сдавать. То есть, я так понимаю, любая управляющая компания должна организовать процедуру по вызу опасных отходов, в том числе ламп, предположим. Совершенно верно. Это особый контейнер, особый, допустим, ответственный человек, который этим занимается и так далее. А если, предположим, такой ситуации нет. То есть, человек вот явно Марину позвонил, и я уверен, если бы у нее были определенные условия, если бы у нее там в доме все знали, что надо лампы сюда, остальный мусор сюда, она бы, наверное, и не звонила. А вот что Марине, предположим, можно посоветовать? Нужно ли напрямую обращаться сразу в управляющую компанию или... Ну, конечно, в управляющую компанию в первую очередь нужно обратиться. Хотя, зная по нашей жизненному бытию на сегодняшний момент, да, мы знаем, что, конечно, наверное, не каждая управляющая компания сейчас даст ответ. В зависимости от того, насколько она может быть крупная, мелкая и так далее. Возможно, что... Конечно, не знаю, что они ответят, не готов за них отвечать, но, по идее, они должны, вот как мы с вами говорили, они должны организовать сбор такого мусора. А много ли подобных отходов вообще есть? Лампочка – это хороший, на самом деле, пример. Много. Ну, вот какие-то особо такие распространенные бытовые вещи могли бы перечислить? Ну, во-первых, это пластиковые бутылки, вообще любые. Во-вторых, это пакеты. Это тетропак, которым пользуется молоко, кефир, да, вот эти... Пакеты вы имеете в виду целлофановые? Целлофановые, да, обыкновенные пакеты. Тетропак, потом любые пластиковые вещи, ну, допустим, от йогуртов, да, от сметаны, какие-то такие вот вещи. Это все... Ну, почему упаковка от продуктов? Да, любая упаковка от продуктов. Потом, ну, бумага, любая совершенно, то есть газеты, журналы. Картон. Картон, да, практически любая. Да, есть виды бумаги, которые не перерабатываются, перерабатываются, ламинированная бумага и бумага со специальной проклейкой, которая приклеивается со слоем, с приклеивающимся. Ну, получается, на самом деле, список очень немаленький. Да. Ну, я могу еще, кстати, извините, перебиваю, могу дополнить, что вроде бы идет о масштабных таких объемах, но, тем не менее, мы все в них участвуем. Это. У нас везде сейчас очень много автотранспорта. То есть у каждого автотранспорта есть отходы. Это в виде использованных шин и аккумуляторов. Мы все прекрасно, кто водитель, об этом знают. Так вот, шины, допустим, то есть нужно тоже положено бы сдавать в те пункты приема шин, где их также перерабатывают, там, на крошку, на резиновую крошку и в дальнейшем используют уже на производство каких-то вещей. А мы сейчас продолжим беседу с премиумом еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрю вашу передачу. Знаете, я очень давно думаю, почему мы так относимся к нашей природе, к всему. Вы знаете, вот говорят, управляющая компания, ходим, говорим, куда девать пластик. Что это такое, что все это у нас, это самое, вся экология нарушается, все. Никто ничего, никаких мер не принимает. Еще батарейки вот эти мелкие, это же очень опасные эти самые элементы. Все это выбрасывается в мусорный ящик. Лампу мы выбрасываем в мусор. Ничего не сортируется. Бумага с топками, эти журналы приносят в подъезд, все это выбрасывается. Вы знаете, я, это крик души. Это что ж мы делаем? В лес не зайти. Шины валяются, колеса валяются. Да это такая катастрофа. Это нужно, вот я прошу вас, срочно решайте это на уровне вообще всей страны. Это что ж делается? Это вот, это просто крик души. Это что ж, ну нельзя так относиться. Срочно принимайте меры. На самом деле, знаете, я вот с вами абсолютно согласен. Для пластика, для макулатуры, батарейки, чтобы все сбрасывали в определенные ящики, лампы. И вообще беритесь в школе, это надо начинать, в детском садике. А я думаю, даже не в школе, а правильно. И в детском садике, и даже до детского садика. Потому что, несмотря на то, что, конечно, это действительно прекрасная акция, раздельный сбор мусора, это такие, знаете, первые шажки в сторону того, как системно это должно выглядеть. А тем не менее, все мы знаем, да, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. То есть это на самом деле, на мой взгляд, достаточно такой обширный и культурный вопрос. Ведь человек, который живет вот у себя дома, в квартире, да, он едва ли кушает шоколадку и бросает на пол это самое. И при всем при этом, когда человек выходит за пределы своей квартиры, он почему-то перестает понимать, что он у себя дома. Хотя это его страна, это его территория. И чисто теоретически, да, какой-нибудь сибиряк, он такая же семья для подмосковного жителя, как и его там сосед, сверху, снизу, как его там брат, мать, сестра и так далее. Я думаю, что это именно что культурный вопрос. Культурный. И, возможно, имеет смысл даже как-то подключить ту же комиссию по образованию, чтобы они, возможно, предложили эту инициативу, как-то именно в образовательный процесс включить обсуждение. Даже можно сказать... Вы знаете, Сергей, извините, я помню, у меня в школе, когда я только-только начинал учиться, в начальной школе были уроки экологии. И единственное, что я о них, к сожалению, помню, это то, что они были. И что именно нам там рассказывали, я совершенно не помню. Но помню, что если бы меня просто дома не приучали не мусорить нигде, ни на улице, ни дома у себя, ни там за городом, боюсь, что школа бы мне не помогла в этом плане понять, насколько это плохо и так далее. И вот, повторяю, мне сейчас только вот стало понятно, что действительно те же банально лампочки, это безумно вредно в плане именно выбрасывания их. Я помнил какие-то детские, знаете, там, общие фразы, общие рассказы. Ну, в детстве молнок еще говорили. То есть о том, что Деда Мороза, например, нет, я, в принципе, уже так примерно уловил идеи. А вот о том, что лампочки выбрасывать нельзя, только сейчас вы рассказали. Нет, ну вы правильно сказали, что нужно, совершенно согласен сейчас звонившей женщине, да, что это крик души, и не только ее, это многих наших членов общества, крик души. Все, кто это начинает понимать, кто это видит постоянно. Да, действительно, люди неприученные. Как вы говорите, у себя дома не кидают, но выйдя на улицу или, например, передвигаясь в автомобиле, люди почему-то в машине не кидают. Ну, не все, конечно, не хочу сказать за всех. Не, ну, есть у них, конечно, которые и правда скушал, под себя кинул и живет дальше спокойно. Ну, почему-то считается, что да, если ты как бы съел конфету, то можно, или там выпил какую-то бутылку воды, то можно ее просто выкинуть в окно. Самое парадоксальное, при том, что многие люди действительно ведь недовольны, например, тем, в каком состоянии находятся берега рек. Я молчу даже о Москве, реке предположим. Или придорожные полосы. О Волге, да, которая стала за последние лет 10 притчей во языцах, когда появились уже, знаете, интернет, какие-то средства массовой информации, люди внезапно узнали, что одно из достояний нашего государства в таком состоянии находится, что там не то, что, знаете, плавать или пить оттуда, там, в общем, рядом находиться опасно. То есть получается, что, знаете, такой парадокс. Люди удивляются, что вокруг все очень грязно, но при этом каким-то образом этот мусор, а именно они, на улице и кидают. И он все прибывает и прибывает. Абсолютно верно. Ну, к тому, что, вот, извиняюсь, может быть, Прошу, конечно, конечно. К тому, что это нужно с детства. У нас, кстати, ну, вот, сейчас кто звонивший, может быть, не знает, но у нас в школах сейчас действительно есть экологические уроки, и где очень большое внимание уделяется. Если вот вы рассказываете раньше, там, много-много лет назад, эта тема только, может быть, начинала развиваться, и к этому относились. Может быть, скептически, может быть, с каким-то, там, с какой-то малой долей ответственности и так далее, то сейчас к этому очень внимательно относятся. Я знаю, просто в Одинцово в школах есть, где вот настолько экологические программы у них существуют, экологические классы, где у них не просто урок экологии, а где у них большая часть, ну, скажем, не учебного времени, а каких-то примеров во время учебы направлены именно в сторону экологии. А практика, предположим, в субботнике? В субботнике. Они участвуют в различных субботниках. Они участвуют также и в посадке леса. Мы вот от комиссии также участвовали, там, во многих школах участвовали, вот, осенью в посадке леса. То есть приезжали, привозили саженцы вместе с учениками. То есть не просто вышли и посадили, да, а предварительно провели беседу, да, рассказали о том, что такое лес, что такое деревья, что такое природа, что такое вода, водоемы, там, животные, какие животные живут в лесу. Также затрагивал, вот я тем на лекциях, на некоторых, о пожарах лесных, да, чем это опасно, чего нельзя делать в лесу, как себя вести там и так далее. То есть это вот сейчас развивается уже на уровне школ и даже детских садов. Я так понимаю, что здесь еще имеется и элемент, такой, знаете, личной заинтересованности у детей, потому что одно дело, когда они вышли из дома, и вокруг некий чужой мир, абстрактная страна, да, и так далее, те же деревья, ну, растет дерево и растет. А когда человек, ребенок в особенности, когда он, знаете, еще эмоции эти впитывает, сам дерево посадил, сам взрастил и так далее, он перед тем, как, опять же, в лесу пнуть какой-нибудь куст, то, возможно, и подумает, что такой же, как я, Иван Иванов с другой, там, соседней улицы, этот куст свое время посадил. Ну, очень радостно видеть, вот вы сейчас говорите о том, что когда они сами участвуют, очень радостно видеть, действительно, их нерадостные восторженные лица, восторженные взгляды, глаза, когда они сажают сами деревья, когда мы, допустим, в детском саду развешиваем кормушки, да, и там вплоть до того, что, ну, в кормушку положить корм, корм, дети там чуть ли не выстраиваются в очереди, кто первый положит. И, то есть, для них, да, они приходят утром и смотрят, там, птички съели корм или нет, то есть, вот на этом уровне уже действительно зарождается именно вот отношение к природе. И, конечно, есть... И это есть культура. Это есть культура. Вы знаете, у меня клуб юных натуралистов, который я веду, у меня дети занимаются, начиная с двух лет, с двух до где-то десяти у меня посещают. И в прошлом году, в этом году, в апреле, ну, в прошлом учебном, я имею в виду, году, в апреле месяце, когда мы первый раз вышли в лес, то есть, у нас занятия проходят в библиотеке, а в теплое время суток мы выходим в лес, в лес лежащий. Когда мы первый раз пришли в лес, у нас как раз была экологическая акция, мы собирали макулатуру, и мы когда пришли в лес, и дети увидели, что кто-то в лесу намусорил, у меня были дети буквально... Здравствуйте, не повезли? Да, от двух до шести лет, то есть, младшая группа, они первым делом, они взяли, а можно мы это уберем? Они взяли у меня перчатки, и ровно через пять минут вся поляна была чистая. Бабушки, которые сидели на лавочке в нашем лесу, они были настолько поражены, просто вот удивлены. Они, наверное, со времен Советского Союза такого не помнили, когда выходили в массу. Да, это было очень удивительно, даже мне было удивительно, насколько дети так быстро, и они, приходя в лес, они просто приходят и говорят, зачем, зачем бросать мусор? То есть у них это проходит уже на уровне сознания, на уровне внутри, понимаете? То есть, если мы сейчас начнем воспитывать вот детей с такого маленького поколения, мы уже с двух лет начнем объяснять, что это плохо, и показывать на школе, не просто объяснять, да, в школе, потому что вы как правильно говорите, в школе школьный урок забылся, им нужно объяснять на практике, на вот таких вот акциях по лесу, на субботниках. Чтобы вот это понимание через личный труд. Да, вот вы знаете, раньше в школах мы выходили на улицу и подметали, мы выходили, подметали город, улицы. Сейчас дети, дай бог, убирают свою школу и с разрешения родителей, и они еще возмущаются, почему это мы должны убираться. А вот когда они убираются, дети, они потом понимают, что они выйдут, они уже мусор сюда не бросят. Они уже убрались здесь. Больше они сюда мусор не бросят. Ну что же, я рад на самом деле, что мы сегодня эту тему подняли. Спасибо огромное, что сегодня приходили. Уверен, что когда в следующий раз мы с вами увидимся, там будут уже и результаты некоторые, по вот этой вот вашей кампании, которую сейчас проводите, и наверняка планы какие-то на будущее. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили об экологии не только в Одинцовском районе, но и вообще в России. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения по любому направлению работы Общественной палаты Одинцовского района, звоните по телефону 508-86-84 в течение недели или напрямую обращайтесь прямо в Общественную палату. У них имеется электронный адрес, интернет-портал и там же форма обратной с ними связи. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин